Здравствуйте, друзья! На связи снова Виктор Медведев. И сегодня, так как наш пост в группе уже собрал достаточное количество лайков, он даже собрал их больше, чем нужно, вместо 150 он набрал 183 лайка, а это значит, что настало время нового разбора сложного задания. Здесь у меня возникла одна небольшая проблема. Дело в том, что та группа, где я беру задания, которые большинство учеников написали не на максимальный балл, потому что последние 7 заданий, которые там выкладывались за эту неделю, они почему-то все написаны чуть ли не на максимальный балл, поэтому было достаточно сложно найти такое задание, которое бы стоило разобрать. Но, тем не менее, мне это удалось. Я взял в качестве сегодняшнего задания, о котором буду вести речь, план, потому что с планом традиционно у всех проблемы, и это план по теме глобализация и ее противоречия. То есть не скажу, что это задание выполнили плохо, но с глобализацией традиционно возникают различные сложности, поэтому мы сегодня их разберем. Итак, глобализация и ее противоречия. Что нужно писать в этом плане для того, чтобы получить максимальный балл? Первый пункт, как я уже говорил раньше, не стоит его называть, например, понятие глобализация, потому что это абстрактный пункт. Лучше кратко дать характеристику этого явления. И можно написать, например, глобализация, как, и здесь какое-то должно быть словосочетание или несколько развернутое определение, которое отразит смысл этого понятия. Глобализация – это есть не что иное, как процесс формирования единого человечества. Вот что такое глобализация. Этого пункта поначалу достаточно. Не стоит здесь расписывать подробное определение, слишком детальный план этого не подразумевает. Далее очень логично любую тему, если это, конечно, позволяет тема, начинать с причин. То есть почему вообще это явление возникло? Понятно, что здесь не надо вдаваться в историю глобализации, поэтому так и называйте. Основные, я уже говорил про то, насколько важно это слово. Основные причины глобализации. То есть почему она возникла? Какие были у нас предпосылки? Что-то у нас здесь не очень красивый шрифт. Давайте мы сделаем, чтобы у нас все было четко. Так, вот теперь все четко. Итак, и в подпунктах мы перечисляем, какие мы можем назвать причины глобализации. Ну, например, глобализация. Да, глобализация – это что такое? Это когда процесс усиления взаимосвязей и взаимозависимости между отдельными государствами. То есть когда государство начинает более плотно, более, так скажем, связанно между собой сотрудничать. За счет чего это стало возможно? Во многом это стало возможно за счет развития транспортной системы. Потому что если бы нам для того, чтобы поехать из одного государства в другое, следовало бы потратить там, не знаю, больше месяца, вряд ли бы у нас получился такой процесс формирования единого человечества. Поэтому первое – это развитие транспортной системы. Что еще можно написать? Безусловно, это развитие средств связи. Развитие средств связи. Здесь можно еще и написать интернета. Потому что, безусловно, это одна из важнейших причин глобализации. Глобализация, она наиболее полно проявляется именно в условиях информационного общества. Также это одна из важных причин, которые проявляют в ЕГЭ. Это необходимость объединения стран для решения глобальных проблем. Потому что глобальные проблемы – это те проблемы, которые не могут быть решены усилиями одной отдельно взятой страны. Они могут быть решены только сообща. Это как бы основополагающий их признак. Поэтому, безусловно, это можно назвать в качестве причин глобализации. То есть это такие вводные пункты плана, которые показывают нам раскрытие темы. Теперь можно перейти уже непосредственно к тому, о чем идет речь в заданной теме. Напомню, что это противоречие глобализации. Что такое противоречие? Есть какие-то положительные стороны, есть какие-то отрицательные стороны. Поэтому, опять же, не забываем волшебное слово «основные». Так и пишем. Опять у нас какой-то ужасный шрифт. Важно, чтобы все всегда было красиво. Поэтому мы так и пишем «основные положительные последствия глобализации». То есть каковы плюсы ее, что хорошее унесет глобализацию миру. И здесь мы должны написать хотя бы три пункта. Два пункта – это слишком мало, четыре, если знаете хорошо. Но три – это вот такая золотая середина. Итак, логичнее всего, конечно, рассматривать по сферам жизни общества. То есть, например, в экономической сфере глобализация приводит к росту производства, к ускорению экономического развития. Потому что страны сотрудничают, налажена мировая экономика. Одна страна может покупать товары у другой страны. И, безусловно, это ведет к ускорению экономического развития. Развитие. Рост производства. Можно написать «Рост ВВП», потому что если страна, например, у нас отрезана от внешних рынков, то это очень негативно будет сказываться на ее экономике. Далее. Рассмотрим, например, социальную сферу. То есть за счет глобализации, за счет того, что страны стали плотнее сотрудничать с друг другом, у нас появляется возможность получения образования в разных странах мира. Распространены такие программы по обмену, например, когда можно уехать на год в другую страну, и там получить образование. У нас баллонская система – это тоже проявление глобализации. То есть так и пишем возможность получения образования в разных странах мира. Кроме того, если мы возьмем, например, духовную сферу, то у нас происходит диалог культуры, сближение различных стран в этом плане. Тот же пример с Евровидением. Это все примеры глобализации. То есть сближение между собой людей разных стран, диалог культур. Таким образом мы отразили основные положительные последствия. Но противоречия не может быть, если мы не отразим отрицательные. Опять не забываем про волшебное слово «остальные». И пишем основные отрицательные последствия глобализации. То есть что плохого? Можно подумать, что глобализация – это какое-то вообще прекрасное явление, которое несет исключительно положительные преимущества. Но на самом деле нет. Опять, если мы возьмем экономику, сильные страны могут давить экономику слабых стран. Тогда мы будем писать о том, что… Так и напишем. Производство сильных стран создает угрозу экономике или экономикам развивающихся стран. Вот. Это первое отрицательное последствие. Далее. Мы писали с вами о социальной сфере. Что здесь можно? И о духовной. Можно здесь сказать о том, что в духовной сфере у нас происходит навязывание культурных стандартов, которое вредит национальной культуре. То есть так мы и напишем. Навязывание культурных стандартов создает или приводит или негативно даже вот так вот негативно влияет на национальную культуру. То есть у нас происходит процесс вестернизации. Навязывание западных ценностей, при котором ценности страны какой-либо могут ущемляться. Ну и очень важно отмечать, потому что глобализация всегда рассматривается в контексте глобальных проблем, то что именно глобализация обостряет глобальные проблемы. То есть именно из-за того, что у нас так развитое производство, так налажено сотрудничество между странами, у нас и происходит обострение глобальных проблем. То есть с одной стороны это и причина, почему вообще возникла глобализация, ну и ее последствия. Вот такое вот странное решение. Можно даже уточнить, какие это, например, международный терроризм, которые бы экологические проблемы. Проблемы севера и юга. То есть мы просто показываем наше знание. А вот пятый пункт. Некоторые рекомендуют добавить какой-то завершающий пункт, там, особенности процесса глобализации в современном обществе. Но это совершенно не обязательно, потому что никаким образом на критерии оценки плана это не влияет. Я бы еще сюда добавил пункт проявления, потому что, вот посмотрите, всегда должна быть логика плана. То есть есть причины глобализации, почему это возникло. Дальше надо показать, что это вообще такое, в чем она проявляется. А дальше мы уже показываем последствия. То есть у нас есть такое нарушение логики, небольшое плана. Поэтому давайте мы это дело устраним. Сейчас я так вот сделаю, чтобы все было четко. Так, и напишем основные проявления. И здесь поступим по нашей хитрой схеме, да. Это экономическая глобализация. Это политическая глобализация. И немного интриги. Это у нас глобализация. В духовной сфере. Ну и думаю, что сферы жизни общества вы уже должны выучить. Это глобализация в социальной сфере. Вот. Если вы знаете, в чем она проявляется, покажите это. Это не будет лишним. Это лишь подчеркнет то, что у вас есть прочные знания по этой теме. Например, единый мировой рынок. То есть вы знаете о том, что вот в этом проявляется. Политическая глобализация. Это создание ООН, Евросоюза. Да, то есть это политические организации, где в политической сфере происходит сближение стран. Если мы говорим о духовной сфере, это единые культурные стандарты. То, о чем мы писали с вами вот здесь вот, да. То есть вот, посмотрите, у нас такое перекликание происходит. Единые культурные стандарты. Ну и в социальной сфере это миграция населения. Вот, таким образом мы получаем практически эталонный план, который, во-первых, позволил нам закрепить и раскрыть тему глобализации. Во-вторых, мы уже получили ответ, который может принести на ИГ 3 балла. Если вам нравятся разборы, ставьте лайки, нажимайте поделиться с друзьями, потому что чем больше будет от вас активности, тем чаще будут выходить новые разборы. С вами был Виктор Медведев, руководитель Центра Репетиторской Империи. До свидания.